Друзья, в нашем рассказе о походе Македонского мы приблизились к двум очень интересным областям Бактерии и Сагдиане, о которых мы с вами поговорим в этой и последующей лекциях. И с удивлением, может быть, многие из вас обнаружат, что эти древние страны с такими непривычными для сегодняшнего слуха именами оказывается имеют непосредственное отношение к нашей стране и даже к недавним судьбам наших соотечественников. Может быть, мы еще раз даже изумимся, сколько непредсказуемо бывает судьба не только отдельного человека, но и целой страны. И каким неожиданным образом вот мы с вами, люди, живущие довольно далеко от тех территорий, где проходили маршруты походов Александра Македонского, можем оказаться завязанными в один неразрешимый клубок противоречий, трагедий и сломанных человеческих судеб. Для тех, кто, может быть, не слушал нашу предыдущую лекцию, я напомню, что в нашем таком довольно длинном рассказе мы с вами приблизились к тому периоду, который историки обычно называют Горная война Александра Македонского. Война эта была очень тяжелая, составляла большую часть его великого похода и охватывала примерно 329-й и вплоть до весны 327-го года до нашей эры. Война была тяжелой, поскольку вот эти области, Бактори, современный Афганистан и Сагдиана, о которой мы с вами сегодня говорим, занимавшие часть современного Узбекистана и Таджикистана, вот эти области даже при персидских царях сохраняли очень большую степень автономности, главным образом из-за полудикого нрава своих местных жителей и очень труднодоступной местности. Естественно, князья, которые не подчинялись даже персам, оказали очень жестокое сопротивление Александра. И кроме того, именно здесь, в неприступных горах, укрылся и главный участник заговора против Дария, человек, который провозгласил себя новым персидским царем, местный сатрап Бес. Места действительно оказались воистину неприступны, и мы с вами постепенно в этом убедимся. Но, тем не менее, Александр нашел метод и способы подчинить этих людей себе, хотя крупных сражений там не велось, скорее, это была такая полупартизанская война. В принципе, вот эти два года, наверное, доказали еще раз, что Александр был очень таким хитрым политиком. Он сумел найти общий язык с местными племенами, не только действовать жестоко. Но, в общем-то, помимо этого и помимо очень высокого боевого духа его армии, которую она еще раз здесь продемонстрировала, именно на этой территории начались те события в жизни Александра, его воинов, его сподвижников, которые обычно античные авторы называют несчастными, к сожалению. И это отнюдь не связано с труднодоступной местностью, о которой мы говорим. Дело было гораздо хуже. Александр именно здесь попытался прекратить войну и создать симбиоз, единое общество из тех людей, которые пришли с ним, и тех людей, которые жили на этой территории. И, может быть, мы на этом примере можем поучиться, как не повторять его ошибки. Территория до сегодняшнего дня очень сложная. Вот, может быть, именно из-за сложности событий на территории Афганистана, Узбекистана и Таджикистана до сегодняшнего дня, из-за этих сложностей я, может быть, таким образом несколько неожиданным для вас и подобрала современный материал. Просто мне кажется, что сам по себе пересказ какого-то исторического события не всегда имеет смысл. Ну, может быть, это для кого-то просто очень интересно. Но главная наша задача всегда из истории извлекать очень полезные для нас и уроки. А территория, на которой проходила горная война Александра, к сожалению, до сих пор не всегда мирная. И до сегодняшнего дня национальный вопрос там не решен. А вот тогда, в IV веке до нашей эры, между любимым, почти боготворимым царем и его преданными воинами пролегла пропасть. И, на мой взгляд, вот этот разрыв был обусловлен стремлением царя убедить добровольно перешедших на его сторону варварских аристократов в их полном равноправии с остальными, подданными своей новой империи. И вот это насильственное стремление подружить, и причем очень быстро тех людей, у которых еще буквально не зажили боевые раны, они сражались друг против друга. Вот это стремление, выраженное главным образом в отношении одной стороны, от македонцев требовалось немедленное понимание и подчинение, привело к тем событиям, которые омрачили облик Александра и даже породили ужас и недоумение его современников и соплеменников. Но об этих событиях мы поговорим попозже. Вот для того, чтобы, может быть, понять, что же произошло, какие ошибки допустил Александр в своей национальной политике, и мы, кстати, до сих пор их допускаем, Вот давайте мы просто поговорим об этих древних областях, тем более, что большинство из нас древнюю историю ни Афганистана, ни Узбекистана, ни Таджикистана, тех государств, с которыми мы граничим, или дружим, или воюем, представители которых во многом проживают сейчас на территории России, скажем, очень многие таджики заняты в современном строительстве. Вот эта древняя история для многих из нас большая загадка и тайна. Так вот, мы с вами сейчас говорим о Центральной Азии. Это родина действительно великих государств, не только таких, как Бактрия или Сагдиан, но и Хорезм, и Парфия. О Парфии мы еще отдельно поговорим, это крупнейшее эллинистическое образование. Когда-то здесь проходил великий шелковый путь из Китая, и, в общем, естественно, эти земли очень процветали. Здесь, помимо прекрасных городов, созданных на основе вот такого хозяйственного богатства, рождались люди, которые составляют славу всего человечества. Ученые, писатели, поэты. Я думаю, так или иначе все из вас слышали имена Авиценова, Лукбека, Новои, Амара Хаяма или Рудаки. Здесь действительно созданы величественные города с прекрасными дворцами. Другое дело, что они до сих пор страдают в ходе военных действий, но средневековые памятники Самарканда, Бухары, Хивы действительно известны во всем мире и, наверное, могут быть сравнены только с архитектурными шедеврами Египта, Индии, Китая или той же античности. Действительно, 3-4 тысячелетия назад огромные пространства от Дунай до Инда, вот ту территорию, которую ученые часто называют Евразией, занимали самые разные племена, которые относились к той самой иранской группе, о которой мы с вами довольно долго говорим. Именно к ним относились кифы, описанные Геродотом. Именно к ним относились воинственные племена, завоевавшие в свое время Индию и принесшие туда даже свой язык, санскриты, свои священные книги, веды. Именно они основали государство на той территории, где сейчас находятся Иран, Афганистан и Таджикистан. Потом эти территории были завоеваны Александром, потом арабами. И, кстати, именно арабы принесли сюда ислам. Вы знаете, что все эти территории ныне мусульманские. Ну вот на основе ислама и того, что было создано первобытными племенами, и даже того, что принесли сюда греки на основе эллинизма, вот из всего этого смешения родилась очень удивительная средневековая персидская культура. Я думаю, что мы когда-нибудь о ней поговорим отдельно, а пока вот запомним, что территория действительно уникальна. Хотя во многом труднодоступная сейчас для исследователей, но хотя бы в силу того, что между белым человеком и местным населением там уже много десятилетий идет война. Но, тем не менее, иранские языки, как одни из древнейших в истории человечества, всегда влекут туда ученых. И действительно, они сохранились только в Афганистане, в Таджикистане, в Иране. Хотя и там не обошлось без смешения с генофондами других народов. Ну вот мы сегодня с вами поговорим все-таки о древних народах этих территорий, о тех, с кем столкнулся Александр в своем походе. И даже если бы он не столкнулся, они все равно представляют огромный интерес для нас. Это бактрийцы и сагдиане. Вот сегодня мы с вами говорим о древней сагдиане, которая занимала территорию нынешнего Таджикистана и Узбекистана. Вот это то, что нас интересует сегодня. Так что можно говорить, что сагдийцы или сагдиане были предками современных таджиков. И основали одно из древнейших государств, сагдиану или сагд в бассейне Зеравшана, Кашкадарьи и на территории областей, которые ныне лежат севернее Гесарского хребта. Языки этих народностей и таджикского в том числе народа, они, кстати, арийцы, принадлежат к иранской языковой группе. Хотя, конечно, с позднейшими наслоениями. Вот если вы на сегодняшний день захотите порыться, скажем, в интернете и найти что-либо о древней сагдиане, то сразу предупреждаю, вас может постичь легкое недоумение, если не разочарование. Во-первых, большинство сообщений так или иначе связано с одной из таких новых звезд на эстрадном небосклоне, не знаю, насколько долго она продержится. Одна из фабричных звезд, то есть фабричных девушек, которая взяла такой псевдоним, как Сагдиана. Родилась эта девушка в Ташкенте, вообще-то она, видимо, украинка, потому что ее настоящая фамилия не читала, Оксана не читала. Вот интернет пестрит сообщением об этой девушке, а также о ресторане Сагдиана, который открылся в Москве. Так вот, мы с вами сейчас говорим не о ресторане и не о эстрадной певице, мы говорим о древнем государстве Сокт, древнем среднеазиатском государстве, равнинная часть которого находилась на территории современного Узбекистана вокруг города Самарканд. Раньше этот город назывался Мараканд, и этот город два раза пришлось Александру штурмовать. А горная часть Сагдианы занимала как раз Таджикистан. И вот в 329 году до нашей эры, в начале своей горной войны, как раз воины Александра сначала вторглись на территорию Сагдианы. И, кстати, только через три года Александру вместе со своими неустрашенными воинами удалось захватить горные оплоты сагдийцев. Они сражались необыкновенно храбро, и, кроме того, сама местность довольно неприступна. Главная река этой местности – Сырдарья. Вот я думаю, что на первом слайде мы, может быть, с вами посмотрим не только эту реку. Ну, вот давайте мы всё-таки её сначала посмотрим. Я хотела немножко показать вам и знаменитое водохранилище. Вот, собственно, водохранилище Кайрокумское и начинается примерно возле того места, которое вы сейчас видите на экранах. А вообще-то Сырдарья является самой крупной рекой Центральной Азии, и по водности наступает, наверное, только Амударьи. Вообще, у этих рек есть древние названия Окс и Яксарт. Окс – это древнее название Амударьи, а Яксарт – это древнее название Сырдарьи. Кстати, Дарья не имеет прямого отношения к имени персидского царя Дарий. Дарья на персидском обозначает море. Ну, действительно, во-первых, эти реки в море впадают, во-вторых, они довольно глубоководны, широки и, наверное, заслуживают сравнения с морем. Так вот, Сырдарья образуется при слиянии двух рек Нарына и Карадарьи в восточной части Ферганской долины и впадает в Аральское море. Длина русла её более 2000 километров. И на территории бассейна реки Сырдарьи находятся три области Кыргызстана, шесть областей Узбекистана, две области Казахстана и даже Сагдийская область Таджикистана. Вот, собственно, есть такая область Таджикистана. И сейчас на слайде вы видите настоящую жемчужину этой горной страны. Правда, и жемчужина искусственная, потому что возникла она в результате строительства гидроэлектростанции на реке Сырдарья. И находится она неподалёку от города, который на сегодняшний день называется Худжант. Худжант, простите. Вот когда-то это была одна из Александрий, основанных великим полководцем. Он много городов основал и назвал своим именем. Водохранилище, которое вы сейчас видите, известно на весь мир. Известно как самое красивое искусственное озеро в Таджикистане. Очень красивый горный ландшафт, вы видите. Вокруг, кстати, правда, хотя на слайде не видно, но довольно много многочисленных комфортабельных отелей. Идея в том, что неподалёку есть место с прекрасными песочными пляжами, которые протянулись вдоль всего Кайракумского водохранилища. Ну вот на следующем слайде ещё один из пейзажей той самой страны, о которой мы с вами сейчас говорим. Вообще узость реки Сырдарьи, вот здесь её тоже хорошо видно на слайде, она вот здесь уже достаточно узенькая. В некоторых местах её делают полностью непригодной для судоходства. И вот там, где она узенькая, река как бы формирует собой северные и восточные границы пустыни Козылкум. Александр во время завоевания Перстей достиг этой реки в 329 году до н.э. И, как я уже сказала, основал город по пути своего следования, который на сегодняшний день называется Худжантом. Надо сказать, что с этой местностью Россия столкнулась довольно давно. Вот так интересно переплетаются судьбы, что сначала там топали македонцы, потом приходили русские строители, потом даже советские солдаты попали на эту территорию. Так вот, на самом деле, в эти местности Россия пришла ещё во время императорского правления. Здесь при Николае I был построен знаменитый канал. Канал, который проходил через Голодную степь. И вот так называли огромное степное пространство, которое до сих пор тянется по берегу Великой Сырдарьи. При Хрущеве, насколько я знаю, там пытались даже её освоить, эту Голодную степь. Ну, во всяком случае, место действительно очень тяжёлое, которое ещё с конца XVIII века пытались возродить путём проведения оросительных каналов. Но, в общем, это довольно сложно. И до сегодняшнего дня, в основном, единственная такая крупная река в этих местах – это Сырдарья. Вода в которой довольно жёлтая из-за массы взвешенных таких песочных частиц. Но, в принципе, считается довольно вкусной и здоровой. Во всяком случае, в XIX веке ещё из этой реки пили. А вообще, по берегам реки – места довольно пустынные и безжизненные. Дело в том, что там просто мириады мошек каких-то, оводов, комаров. И это даже заставляет кочевников входить весной в степь и возвращаться к берегам реки только в октябре. Так что, в общем, можно себе представить, насколько тяжёлые условия были для воинов Александра во время их похода вдоль этой реки. Кстати, нередко в зарослях здесь даже попадаются тигры. Вообще, в XIX веке по берегам Сырдарья существовало организованное императорской России даже небольшое такое пароходство. Была аральская специальная флотилия, устроенная с военными целями, поскольку здесь всегда было неспокойно. И все пароходы и баржи даже имели артиллерийское вооружение. Во-первых, из-за значительных расходов на содержание этой аральской флотилии, из-за трудностей плавания по такой мелкой реке. Но и в то же время с замерением края, которое произошло к концу XIX века, аральская флотилия была замеренена. Но мы с вами запомним, что Россия пришла на эту территорию уже в XIX веке. Кроме Таджикистана, в нашей лекции нас будет интересовать еще Узбекистан, поскольку это тоже та территория, которая входила в древний сок. Это действительно страна очень древней цивилизации. На территории Узбекистана на сегодняшний день сохранились тысячи памятников археологии, архитектуры. И в фондах научных музеев и центров хранится огромное количество рукописей и предметов, которые свидетельствуют об очень большой самообытности этого очень древнего края. Кстати, многие города Узбекистана отмечали буквально в последние годы очень крупные такие юбилеи. Например, Бухарахива праздновали 2500-летний юбилей со дня своего основания. Праздновались юбилеи выдающегося мыслителя Улукбека и даже его предка, ну довольно такого жестокого завевателя Амира Тимура. Очень многие памятники и торжества на территории Узбекистана, древние Сагдианы, проходили даже под эгидой ЮНЕСКО и получили очень широкий международный резонанс. В общем, Узбекистан, занимая центральную часть Средней Азии, так или иначе на протяжении очень многих веков оставался в центре исторических событий и входил в интересующую нас область, в область древней Сагдианы. Поэтому, как бы касаясь истории Узбекистана, нельзя оставаться в современных границах, потому что эти границы в истории были совершенно другие. И, в общем-то, исторические судьбы народных среднеазиатского региона всегда очень тесно между собой переплетены, составляя как бы единое целое от Китая, Индии, вот вплоть до берегов Сырдарьи. Хотя нужно всегда помнить, что ни в коем случае нельзя ставить знак равенства между теми древними народами, о которых мы с вами говорим, которые были создателями первой великой культуры на этой территории, и теми народами, которые проживают там сегодня. Вообще, отличительная черта Узбекистана на сегодняшний день – это своеобразие его национального состава. Конечно, в этнической структуре доминирует коренное население, но в то же время на территории республики проживают представители более ста национальностей. Вот давайте на следующей слайде мы с вами посмотрим еще раз Сырдарью, крупнейшую реку древней Сагдианы. Представим себе, по каким горам очень величественным, красивым и в то же время труднодоступным приходилось двигаться воинам Александра, которые впервые несли сюда что-то европейское, европейскую культуру, ну скажем, на своих военных плечах. Но тем не менее, почему-то вот в эти области, скажем, все достижения европейской культуры приходят только вместе с войной и завоевателями. А вот на следующем слайде я вам еще раз хочу показать берега Сырдарьи, где в зарослях, наверное, уже на сегодняшний день не водятся тигры, но тем не менее, очень много представителей древней фауны и в то же время большое количество насекомых, которые до сегодняшнего дня представляют большую сложность для европейского человека. А вот, например, так выглядели коренные жители тех местностей, о которых мы с вами говорим, даже в конце 19-го, начало 20-го века. Перед вами не фотография, перед вами картина знаменитого русского художника Верещагина, и называется она «Дервиши на рыночной площади». Я не уверена, конечно, что во времена Александра люди, проживавшие здесь, выглядели именно так, но мне кажется, что облик этих людей дает очень хорошее представление о том, как поздно сюда, в принципе, проникла европейская цивилизация и как трудно она здесь осваивается, хотя еще в IV веке до н.э. Александр пытался здесь сделать какое-то единое европейско-азиатское государство. Ну вот, на следующем слайде вы увидите один из тех знаменитых памятников Средней Азии, о которых я вам только что говорила. Дело в том, что в VII веке арабы сюда принесли ислам, и на сегодняшний день здесь все население мусульманское. Хотя, еще раз повторяю, здесь народов так много, что только на территории одного Узбекистана проживают представители более 100 национальностей. Что же касается истории этой местности, вот так, если чуть-чуть попробовать очертить это в общих каких-то границах, то после Александра, например, здесь процветала могущественная Кушанская империя и царство Селивкидов, Парфианское царство. То есть вполне эллинистические государства, где основным элементом культуры, государственности был именно греческий элемент. То есть когда-то здесь были почти европейские государства, но тем не менее европейская цивилизация здесь не приживается. Ну это мое мнение, но если проследить беспристрастную историю этих земель, то европейская культура отторгается. Может быть и не надо здесь ничего насильственно делать, и Александр был не первым, кто потерпел здесь поражение в подобном начинании. На сегодняшний день, скажем, ну вот те государства, которые здесь расположены, они вроде бы так очень по-европейски называются республикой, да, республика Узбекистан. Она, кстати, была провозглашена в августе 1991 года, после того, как развалился Советский Союз. И вроде бы здесь даже есть президент, но на самом деле все равно это очень традиционные республики с очень таким сильным элементом, мне кажется, средневекового уклада жизни. Что же касается тех людей, которые населяли в древности эти места, то, пожалуй, мерилом высокой и очень самобытной культуры сагдитцев является их письменность. Письменность у сагдитцев была, это, конечно, уже показатель того, что люди были высокообразованы, то есть у них была письменная культура. Писали они обычно справа налево, вот примерно так, как до сих пор делают арабы. Нередко, правда, они строчки располагали также вертикально. Писали обычно черной тушью на коже, палочках писали, могли писать на дощечках, на глиняных черепках, на бумаге, которая поставлялась из Китая, довольно редко. Кстати, наиболее ранними известными науке сагдийскими текстами являются так называемые старые письма, которые были найдены экспедицией Артура Стейна в 1908 году. Найдены эти документы были в разваленных старой сторожевой башне неподалеку от местечка, которое называется Дунь-Хуа-Ана. Эти документы, кстати, датировались примерно IV веком начала нашей эры, то есть они были написаны спустя 800 лет после похода Александра. Но вообще, на самом деле, на территории древних цыгдяны довольно много памятников. Я вам потом, может быть, со временем даже покажу остатки македонских поселений, то есть остатки македонских городов. Но сейчас давайте мы с вами посмотрим, как выглядят, скажем, средневековые памятники. И вот возле одной из таких сторожевых башен были найдены старые письма экспедиции Стейна в 1908 году. Как показали исследования очень известного французского ирониста Гатью, эти письма были написаны на сагдийском языке и представляют собой частную переписку. Между прочим, очень интересно. Написаны они были женщиной-сагдианкой по имени Меван-Ча, кошечка в переводе, или, может быть, тигренок. Так вот, Меван-Ча писала о своей матери, которая жила в Самарканде, писала и о тревожных днях, которые переживали тогда сагдийцы в связи с натиском гунов, и о торговых делах, и о своей частной жизни. Например, нажалась на свою несчастную судьбу. Ее опекун, оказывается, очень хотел на ней жениться, а девушка не соглашалась и писала матери, я лучше буду женой собаки или свиньи, чем женой своего опекуна. Однако, поскольку эти письма так и не были отправлены в Самарканд, то из следующего письма, написанной этой же девушкой несколько лет назад, мы узнали, что она все-таки стала женой своего опекуна и даже довольно счастлива в браке и нежно заботится о своем муже. Вот представляете, почти 1600 лет письма пролежали в развальных башнях, пока в начале нашего века не были обнаружены археологами, вот таким образом древняя сагдияна заговорила, и мы узнали, что, оказывается, тогда люди жили, переживали, страдали, надеялись, ну, практически так же, как и мы. Хотя, в принципе, сама сагдияна заговорила в полный голос значительно позже, весной 1965 года, когда в руинах другого памятника под толщами Афросиапских холмов в одном из раскопанных помещений археологи обнаружили другие надписи, тоже очень интересные, но это были уже официальные документы, которые сообщали о прибытии к Самаркандскому царю, напомню, что Самарканд был крупнейшим городом того периода, прибытии к Самаркандскому царю посольство из государства Чаганиана, которое располагалось тогда в районе нынешнего Термеза. Текст этой замечательной находки состоит из 16 строк и сохранился почти целиком. Писал ее, вероятно, профессионал, и, как говорят специалисты, язык этого документа весьма близок к разговорной речи конца VII века н.э. Вот эта надпись, то есть документы, найденные в развальных примерно такой башни, была расшифрована Лившицем и гласит она примерно следующим образом. Вот, например, как писали древние сагдийцы свои официальные документы. «Когда прибыл посол хунского царя, он открыл рот и сказал, я прибыл от Чаганианского государства Самарканд к Самаркандскому царю и преисполнен почитание». То есть формула уважения выражалась таким образом – «я преисполнен почитание, и вы не имеете совершенно никаких подозрений относительно меня. Я хорошо осведомлен о самаркандских богах, о самаркандской письменности и о самаркандских обычаях». То есть самое главное в требовании этикета было не нарушать то, что принято в данной местности. Что касается самих жителей сагдьяны, то, судя по данным археологических находок, мы можем утверждать, что они занимались измледелием, скотоводством. Об этом свидетельствуют находки многочисленные, кстати, костей домашних животных. Они разводили, вероятно, такой крупный рогатый скот, как коровы, быки, овцы, козы, верблюды у них присутствовали и свиньи. И, кстати, особенно широко у них получило развитие коневодства. Вот сейчас я вам хочу показать один из древних рисунков, найденных в развальных одного из знаменитых сагдианских дворцов. Вообще, кони чистых кровей и сагдьяны были известны от Средиземного моря до Тихого океана. Мы с вами немножко об этом говорили в специальной лекции, которая так и называлась, «История лошади». Но я все-таки чуть-чуть повторюсь. Напомню, что в древности ираноязычные народы, сагдийцы, бактрийцы и многочисленные скифы, о которых мы поговорим отдельно, действительно разводили чудесных лошадей, но сагдийцы и бактрийцы особенно необыкновенных. Лошадь им была знакома с незапамятных времен. И люди, о которых мы с вами говорим, создали древнейшую коневодческую культуру, такого высокого уровня, что их кони славились от Греции до Китая. Среднеазиатские лошади, ну, вы знаете, их называли по-разному. Их могли называть массагетскими, парфянскими, несейскими, но как бы их ни называли, они повсюду считались лучшими, и все знали, что их привезли именно из Согда или из Бактрии. Кстати, потом, после того, как эти государства были втянуты в очень жестокую политическую борьбу, то традиции коневодческой культуры перешли к тем людям, которые остались жить в степях, в полупустынях. И на сегодняшний день это туркмены. Вот именно туркмены сохранили ту древнюю коневодческую культуру, о которой мы с вами сейчас говорим. Вот на следующем слайде я сейчас вам хочу показать тот аллюр лошади, который считается для всадника самоприемлемым, замечательный голоб. Кстати, в трудах античных историков очень много сведений о лошадях, которые под именем несейских считались не только лучшими в мире, но и самыми высокими. Они говорили, они превосходят всех других ростом, силой, резвостью или красотой. Вот перед вами, скажем, такое маленькое золотое изваяние знаменитого коня несейского, который считается легендарным предком великой породы ахалтикинцев. Вот такие лошади жили в жертвенных процессиях и персидских, и парфианских, и бактрийских, и сагдианских царей и князей. Кстати, в описании походов Александра Македонского об этих лошадях необыкновенно говорится, что подобных им нет ни в какой другой стране. Они пылки, вернее, они пылки, очень быстры и выносливы, белой или радужной масти, а также цвета утренней зари. Вот помните, великий русский поэт Сергей Есенин как-то написал, проскакал на розовом коне, да, то есть это белый конь в лучах восходящего солнца, цвета утренней зари. Кстати, между прочим, греческий поэт II века нашей эры Апиан тоже очень вдохновенно писал о лошадях. «Кони Нисеи превосходят всех своей красотой. Это кони, достойные могущественных царей, прекрасные с виду, мягко выступающие под всадником, легко повинуются у делам, высоко несут они свою гордую горбоносую голову и со славой реют в воздухе золотые их гривы». Кстати, отмечу, что наряду с другими необыкновенными способностями Александра Македонского, который многими народами был почти обожественен, всегда отмечали его мистическую связь с любимым конем Буцефалом. Даже слагали легенды о его приручении. Средневековые летописцы, например, рассказывали, что у любимого коня Александра Македонского был даже волбурок цвета слоновой кости, зумрудами павлинь и хвост, ну и так далее. Ну вот это я просто хотела отметить, может быть, потому что некоторые из вас забыли, поскольку не все смотрят лекции довольно подробно, что именно в этой области была создана та порода лошадей, которая на сегодняшний день считается наилучшей, знаменитой ахалтикинцы. Но разводятся они на сегодняшний день в Туркмении. А вообще, помимо коневодов, в древней Сагдиане жило очень много крестьян, которые по всей нынешней Заравшанской долине и в те времена выращивали пшеницу, рис, просолю, церну, хлопок, разводили сады и виноградники. Кстати, очень любили вино. Древние источники писали об этих людях, что они любят так же свое вино, как их коню любят люцерну. И, между прочим, богатые люди здесь выдерживали вино в погоребах даже по нескольку десятков лет. Вообще, эта область всегда была очень богата, потому что уже в Средневековье здесь велась очень оживленная торговля между Востоком и Западом. Я вам уже говорила, здесь проходил Великий Шелковый Путь. Но, кстати, первые ниточки этого Великого Шелкового Пути стали закладываться как раз в ту эпоху, о которой мы с вами говорим. Ну, и ниточки превратились действительно в проторенную каравадами верблюда в дорогу. И именно эта дорога обеспечила процветание древних сагдийских городов, которые выживали и расстраивались каждый раз, несмотря на те страшные испытания, которые выпадали на их долю. Вообще, местные люди создали очень многое из того, что было заимствовано соседними народами. Например, китайцы, доказано, заимствовали у тех народов, о которых мы с вами говорим, люцерну, виноград, гранатовое дерево, грецкие орехи, многие огородные растения. Китай именно отсюда, из долины Сардаи, перенял, например, культуру хлопчатника. Говорят, что из Ферганской долины те же китайцы вывозили небесных лошадей, о которых мы с вами сейчас говорили. А жители Сагдяны, в свою очередь, с востока уже заимствовали шелководство, производство бумаги, искусство изготовления золотых и серебряных изделий. Вот мы только что видели замечательного золотого коня. Вообще, климатические условия той местности, о которой мы с вами говорим, очень благоприятные для орошаемого садоводства. Да, где-то очень пустынные местности, мириады мошек, каких-то комаров и гремучие змеи, где-то непроходимые горы. Но в долинах той территории, о которой мы с вами говорим, всегда можно было разводить замечательные сады. Кстати, основное направление садоводства до сих пор, со времен древних сагдейцев, здесь выращивание яблок, персиков, абрикоса, очень давно здесь известен абрикос, инжира, черешни, айвы. Но в первую очередь того растения, которое мы с вами сейчас знаем под названием миндаль. Вот на этом слайде я вам хочу показать миндальные орешки, которые вы все хорошо знаете. И напомню, что одним из центров происхождения культурного миндаля считается Ферганская долина. Вот именно сагдейцы начали в широком масштабе выращивать это необыкновенно полезное растение, даже слагали легенды и предания ему посвященные. Вообще у жителей древних сагдианы миндаль считался священным деревом, который, кстати, очень красиво цветет весной. Вот посмотрите, какие у него замечательные цветочки. Правда, одна из легенд говорит, что само название произошло от имени юной финикийской богини Аммигдалы. Но, тем не менее, местные жители считали, что, возможно, это связано с их богиней. Во всяком случае, окраска этих цветков напоминала им нежно-розовый, такой белый цвет лица своей застенчивой красавицы. Вообще считалось, что эти цветочки, поскольку они связаны с богиней, священные, их приносили в жертву богам, ими защищали заболевших детей от злых духов. Именно вот с такими цветочками в руках читались молитвы. Ну, а вот эти орешки, которые мы сейчас с вами посмотрим еще раз, и которые мы знаем как миндальные орешки, они отсюда распространились в Европу. И, кстати, первой с миндалем познакомилась древняя Греция, потом эти орешки попали в Рим, обосновались в садах римских патрициев, и именно эти орехи долгое время назывались грецкими. Вот в Риме именно эти орехи назывались грецкие орехи. Вы, наверное, знаете, что масло, которое добывается вот из этих орешков путем холодного прессования, очень широко применяется в аромотерапии. И до сегодняшнего дня мы используем те методы, которые когда-то искусные земледельцы Сагдианы придумали первыми. Но вообще здесь были не только земледельцы. Здесь жили замечательные ремесленники, очень предприимчивые купцы, чеканили многие города Сагдианы свою местную монету, и, как я уже сказала, вели очень оживленную торговлю со многими странами. Кстати, недаром очень известный востоковед Бартольд, говоря о Сагдицах, подчеркивал, что именно их культурная деятельность вдоль караванных путей Средней Азии мало уступает культурной деятельности финикийцев вдоль путей среди земноморской торговли. Но Финикии мы с вами посвящали отдельные лекции, говорили о том, какие были великие колонии финикийских городов, чего стоит один карфаген, и как много значили корабли финикийцев, которые развозили культуру в самые разные страны. Так вот, сравнение с финикийцами – это очень высокая оценка. Сагдиане выполняли вот здесь, в Средней Азии, хотя бы только потому, что они жили вот в этой местности, именно такую же функцию. Действительно, роль Сагдица в те древние времена переоценить очень трудно, потому что фактически они держали всю торговлю на восточном отрезке Великого Шелкового Пути в своих руках. И, в общем-то, вот на протяжении этой древнейшей дороги они основывали свои колонии, устанавливали деловые, экономические контакты и очень широко торговали своими товарами. Кстати, им часто приходилось преодолевать очень большие трудности. Эти трудности даже часто искусственно создавали новые правители Персии, не те, о которых мы с вами говорим, а те, которые правили в той Персии, которая возникла уже после смерти Александра и даже на излете эллинистических государств, основанных его диадохами. Это было время правления другой династии Сасанидов. Так вот, Сасаниды, видимо, охраняя как-то своих купцов, создавали огромные трудности для купцов Сагдианы. Из сохранившихся документов мы с вами знаем, что посольства купцов Сагдианы, например, при дворе Сасанидского царя принимались всегда крайне недоброжелательно. Однажды, привезенные сагдийскими купцами Шелка, персы демонстративно сожгли на глазах послов. В другой раз их попытка как-то наладить контакты закончилась трагически. Приказано даже было этих послов отравить. Но вот эти жестокости новых персидских правителей не смогли поколебать предприимчивость и настойчивость сагдийских купцов. Это были люди очень предприимчивые. И они нашли другие степные пути в обход Персии по северному берегу Каспия. И все-таки установили уже в VI веке н.э. прочные торговые, дипломатические и культурные связи с Византией, кстати, длившейся очень много лет. Ну, вообще, наверное, так вот в общих чертах я рассказала о древних сагдийцах. И, наверное, у меня еще осталось время, я немножечко хотела бы, наверное, рассказать о тех людях, которые живут там сегодня. Одним из ключевых регионов Евразии, вот, скажем, в плане изучения древнего генофонда, является Таджикистан. И, может быть, даже еще больше Памир. Ну, о Памире мы сейчас с вами говорить не будем. Просто запомним, что большинство народов Таджикистана и Памира вряд ли известны большинству европейцев, хотя их очень хорошо знают историки, археологи, генетики, все те, кто изучают эту очень значимую в древности местность. И вот в 2006 году, совсем недавно, в эту местность, очень интересную для генетиков, для ученых, была отправлена очень крупная экспедиция проекта, которая так и называется «Генография». Она была проведена, вот эта экспедиция, осенью 2006 года, и поехала она в горные районы Центральной Азии, вот как раз там, где когда-то бывал Александр Македонский. Целью этой экспедиции было составление генетического портрета древних народов Таджикистана, то есть Сагдианы, и Афганистана, то есть Бактрия, о которой мы еще с вами поговорим. Кстати, в этой экспедиции участвовали ученые из Москвы, затем, конечно, коллеги из Таджикистана, затем был коллектив американских операторов, фотографов, и, в общем-то, вдохновителем и руководителем этого проекта был доктор Спенсер Веллс. Экспедиция проделала огромный путь, длиной в 2000 километров по горным, равнинам районам, и собрала образцы крови от более чем 1000 человек, представителей самых разных народов Таджикистана, которые добровольно выразили желание участвовать в этом проекте. Я потом со временем вернусь к этому проекту и расскажу, с какими трудностями столкнулись ученые, когда они собирали кровь в Афганистане. Но самое главное, что теперь эти образцы хранятся в исследовательском центре Елены Балановской, который так и называется Северная Евразия. И анализ этих образцов будет продолжаться несколько лет и, наверное, позволит ответить на очень многие вопросы и заполнить обширное белое пятно в наших знаниях о древнейшей истории человечества, вот в том регионе, о котором мы с вами говорим, регионе очень интересном, потому что именно здесь путем смешения разных народов родились те национальности, которые дожили, для народа, которые дожили до сегодняшнего дня. Вообще проект генографии изучает самые разные народы мира, анализирует генофонды самых разных коренных групп и составляет такой подробный генетический портрет ключевых народов. Вообще, что такое ключевой народ? Это не обязательно народ очень крупный или который занимает очень большую территорию. И даже, может быть, не обязательно этот народ оставил какой-то громкий след в письменной истории человечества. Но самое главное, что этот народ ключевой для ученых на сегодняшний момент, он сохранил свой генофонд без каких-то примесей и изменений. То есть он может послужить таким очень чистым образцом для науки. И Сагдиана, древняя территория, о которой мы с вами сегодня говорим, то есть нынешняя территория Таджикистана, в этом отношении для ученых уникальна. И вот для того, чтобы ответить на многие вопросы генетиков, нужно было найти такой народ, который бы и говорил еще даже в древности на языке иранской группы, и который до сегодняшнего дня этот язык сохранил. Именно таким народом стали многие группы, которые проживают на сегодняшний день в Таджикистане. Вы знаете, исследователи, ученые из этого проекта даже нашли, можно сказать, в чистом виде наследников древних сагдианцев, их потомков, которые до сих пор живут, кстати, в очень тяжелых условиях горных районах Таджикистана. Вообще экспедиция работала на территории Таджикистана четыре недели в очень напряженном темпе. Практически каждый день им приходилось выезжать по горным дорогам в какие-то очень отдаленные районы, и возвращались они поэтому часто ночью или поутру, или вообще работали в полной темноте, потому что Таджикистан на сегодняшний день, став самостоятельной республикой, он все равно не располагает многими благами европейской цивилизации. И часто там просто в поселках отсутствует электричество, и во время взятия крови приходилось или пользоваться электрическим фонариком, или просто брать кровь по вдохновению. Почти каждый день был посвящен изучению какой-то новой этнической группе, которых в Таджикистане очень много. Самые такие чистые в понятии генетиков народа живут в горах. Вообще Таджикистан горная страна, и поэтому иногда говорят, что это народ, любящий горы. Но самые прекрасные горы ученые встретили у ягнопцев, именно у того народа, который является прямым потомком древних сагдиан. Вот давайте я сейчас на следующем слайде вам покажу те ущелья, к сожалению, черно-белая фотография, но все равно она передает и стремительный бег реки, и неприступные скалы, в которых до сих пор живут ягнопцы, и потомки древних сагдиан. Вот это горы, которые разделяют Фергану и Душанбе. Перед вами узкая долина реки Ягноп, и вот здесь живут потомки древних сагдианцев. Тех самых людей, которые известны европейцам по перечню стран, завоеванных Александром Македонским. Надо сказать, что за тысячелетия истории народ адаптировался к жизни в высокогорье, поэтому трагедией для ягнопцев стало насильственное переселение на равнину, которую предприняли советские власти в середине XX века. В новом климате у ягнопцев появилось множество болезней, и поэтому после распада СССР, как только стало возможным, отдельные семьи стали возвращаться в родные горы. Вот посмотрите, пожалуйста, перед вами человек, которого можно принять за таджика, но на самом деле перед вами ягнопец. Вот именно так в чистом виде выглядит древний сагдианец, доживший до сегодняшнего дня. Вообще жить им очень тяжело. Люди до сегодняшнего дня мелят муку на каменной мельнице. Огромный каменный жернов вращается потоком водопада. Этот человек живет в мире, лишенном дорог, врачей и учителей. Участники экспедиции даже видели умирающего ребенка, которого невозможно было доставить в больницу. Каждый путник, которого они встречали на тропе, спрашивал совета, как лечиться. И, кстати, большинство болезней можно было бы легко вылечить, но лечить там некому. И поэтому участники экспедиции раздали все лекарства, которые возили в свои аптечки. Школы там лишены самого необходимого. И один учитель, которого члены экспедиции спросили, чем помочь его школе, очень скромно попросил книжный шкаф. Потому что ни о чем другом он больше представить и не мог. И вот чтобы игнопцы смогли сохранить себя как народ, древнейший народ, известный еще со времен Александра и даже до того, им, конечно, в первую очередь необходимо учить детей на своем языке. Потому что язык это то, что формирует нацию. Но у них нет игнопского языка, словаря, вернее. У них нет учителей, которые бы учили по соответствующим учебникам. И игнопская интеллигенция, живущая в крайней бедности, очень мало что может сделать на сегодняшний день. И, пожалуй, немного на земле есть народов, которые так бы нуждались в помощи, как игнопцы. Представители древней Сагдианы, о которой мы с вами сегодня говорили. И в заключении нашей лекции давайте мы зададим себе вопрос. Каждый, может быть, на него ответит сам. Вот почему, несмотря на то, что еще в IV веке сюда Александр принес не только войну, смерть и кровь, он принес сюда эллинистическую культуру. И здесь были целые эллинистические государства, создавшие высокую цивилизацию, почти такую же, как у себя на родине в Элладе. Почему это не приживается? Почему до сих пор здесь нет самого элементарного? Вот если правильно ответить на этот вопрос, наверное, тогда и правильно будет строиться очень сложная национальная политика взаимоотношений местного населения и европейца в этих местах. На сегодня все. И этот разговор мы с вами продолжим в нашей следующей лекции. Всего доброго. До свидания.